Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодняшнее наше видео мы хотим посвятить нашему манифесту, который состоится 20.05 в 9 утра и продлится 3 дня. Каждое утро мы будем волеизъявлять. И сейчас мы с Оксаной хотим рассказать о чём и зачем. Ну, хочу задать вам такой вопрос. Как мы воспринимаем нашу действительность? И вот мы с Катюшей нашли очень интересную информацию, и она у нас отозвалась, то, что мы её воспринимаем на трёх уровнях. Первый уровень, самый высокий и самый осознанный – это уровень сердца, который мы воспринимаем всё через сердце. Не как через орган, который у нас там стучит и гоняет кровь, а как через центр целого. То есть как вы пульсируете этими энергиями сердечными в мир, как вас видит Вселенная, так оно и есть. То есть всего везде достаточно. Нужно только обратиться внутрь и узнать ответы для себя. Взять ответственность на себя за свою жизнь. Делать всё по совести и по конам. Не по законам, а по конам Вселенной. Когда мы любим друг друга, когда мы бережём себя, бережём свои ресурсы, любим своих детей. И я точно знаю, что я это получу. Все свои знания, если я захочу, я их получу. В нашем сердце есть вся мудрость и все знания. Там живёт такой великий сновидец, который разделился на всех нас и является такими зеркалами. Поэтому всё внутри нас. Всё абсолютно внутри нас. Вот второй вид восприятия мира идёт через религию у людей. И здесь, дорогие, такой важный момент, когда кто-то воспринимает мир через религию или через какое-то учение, которое заменяет в жизни человека всё. То есть идёт такой радикальный рывок вот в это учение. Это передача своей воли происходит. Даже если человек думает, нет, ну что там, воля у меня, это я же делаю. На самом деле нет. Если вы от кого-то чего-то ожидаете, если вы не взяли ответственность на свою жизнь и не смотрите в мир из себя, вы передали свою волю, вы безвольный раб. И здесь очень важно понимать, что если воля принадлежит вам, значит вы человек. И вы все знания можете получить. То есть приду и получу. Луч, есть луч света, который вам указывает путь. И путь этот прежде всего к вашему духу. Все ответы внутри, которые мы получаем от духа. И третий уровень восприятия, третий тип восприятия – это через наш ум. Ум – это флешка, на которую закачивают нам с детства какую-то информацию, полный мусора. Ум чем отличается? Ничего не знаю и всего боюсь. Ничего объяснить не могу, но я очень умный. Всё это происходит не просто так. Нас зомбируют через зомбоящики, эти телевизоры, через СМИ, через любое средство массовой информации. Для чего? Для того, чтобы наши мозги нагрузить чем-то, и мы не могли заниматься именно собой. А занимались чем? Решением вопросов денежных. Как выжить в этой стране? Как выжить? Да, это страна плохая. Да куда вы не поедете, везде будет то же самое, только в разном ракурсе. Или как мне, допустим, исцелиться, от чего я мог заболеть? Мысли менять надо. Понимаете, к чему мы хотим вас призвать, Катюши, чтобы научиться слышать свои мысли. Не мысли, которые у нас в округе на нас влияют, на наш ум, что он ловит, как радиостанция. Ум – это живет одну жизнь вместе с нами. А душа и дух – они же вечны. И вот очень важно осознать, что мы – души, пришедшие на землю для счастья, радости, процветания и содействия с Духом Божественным. Да, именно так. И вы знаете, вот закончилась, слава тебе Богу, ночь Сварога. И вот во времена ночи Сварога мы жили в такой матрице, которая заполнила наши умы всякими всевозможными, правильно Оксана сказала, флешками, НЛП, знаниями, как нам кажется. И мы воспринимали мир, это еще один вид восприятия мира, из головы, из ума, не из сердца. А все то, что не из сердца, абсолютно все искаженное. И вот, дорогие друзья, наш мир, как многоуровневый прекрасный кристалл, имеет несколько диапазонов. И во времена ночи Сварога диапазоны, в котором пребывали жили люди и в котором пребывали сущности из более нижних миров, эти два диапазона были смещены, они как бы их совместили. И тем, кто находится на диапазоне ниже, да, вот зляровые сущности подселенцы и всевозможные подобные существа, им стали доступны человеческие тела для внедрения, для подселения, они кушали и так далее. И вы все прекрасно об этом знаете с разных точек зрения, с разных точек восприятия этого мира, будь то религия, будь то эзотерика, будь то наука. Они все говорят об одном. И сейчас у нас с вами через 13 лет после перехода, вот это как раз время фрактала, в 12-м году начался переход, в 26-м завершается, наступает такое конкретное время, утро Сварога. И до 26-го года мы с вами находимся в чистилище. Да, вот это очень интересный момент, что значит чистилище. Если вы заявляете, что вы человек, что вы понимаете, у вас есть душа, есть дух, что вы хотите забрать свою свободную волю и стать все-таки частичкой творца, то к вам приходит чистилище, с вас начинают сдирать эти все навеянные мороком программы, вот эти все флешки вытаскивать из вас. И вот почему нас начинает колбасить, когда мы начинаем брать ответственность за свою жизнь и начинаем продвигаться куда-то вперед. Вот это как раз и есть очищение того, что у нас есть. Всплывает все, как говорится, всплывает все на букву Г, из нас лезет, прет. Так это как раз вот то, что вытягивание, вырубывание, как говорится, с кровью того, что в нас уже встроено, внедрено, но теперь оно не имеет права на нас действовать. Как только вы заявили, что я человек, я душа, я забираю свою свободную волю и я запрещаю воздействовать на меня, то, что мы будем проговаривать в манифесте, будет очень много там пунктов, все это конкретно мы будем проговаривать на трехдневном манифесте, марафоне. И вот как раз мы, как только мы это заявили, начинается чистилище, начинается вытягивание из нас вот этого всего. Поэтому здесь важно понимать, что то, что происходит после того, как вы проговорили это в пространство, это начинает работать. Так как работают низшее и высшее. Низшее, то, что сейчас внедрилось и хочет поработить нас, высшее, это как мы человек, мы частичка Бога. И еще есть над нами другие существа, которые мы из-за того, что мы были в ночи сварога, не имеем тот диапазон, не можем их сейчас увидеть. И вот Ванга говорила, да, Катюш, расскажи, что она говорила. Даже, да, есть такие упоминания, что она говорила, все станет белым, все станет белым. Имеется в виду, что в 26-м году произойдет очень резкий квантовый скачок. И как бы все проснутся окончательно и увидят то невидимое, что искаженно называли. Ну, допустим, на серое говорили белое, на черное говорили белое. Все станет явным, мысли каждого будут видны, обмануть невозможно будет никому никого. И вот сейчас, до 26-го года, все те души из нижнего диапазона, которые были внедрены в людей, должны уйти назад. То есть они должны, как бы, главенствующие чины нижнего мира, должны забрать всех тех, кого они подселили, кого они внедрили. И у них, естественно, сейчас задача, их главный ресурс – это замороченные люди. Это забрать как можно большее количество людей. И смотрите, у них есть три метода вербовки. То есть зачем мы пишем манифет? Мне кажется, что это настолько он важный просто, что его просто вообще все должны написать. Первая маркировка – это такие вот метки. То есть метки – это наш. И мы все в этих метках – это наши все документы, коды, бумаги, чипы и так далее, и так далее, и так далее. Там большая разновидность. И мы будем с Оксаной отдельно на эту тему чуть позже, вот как вернемся из Египта, делать прямой эфир. Вторая такая метка – это изменение ДНК за счет уколов, за счет вакцинации, за счет прививок. То есть они метят людей. Этот наш, этот наш, этот наш. И третий, друзья, очень важный момент. Услышьте, пожалуйста, это настолько важно. Это несуществующая карма. Несуществующая карма. Это та карма, которая заставляет людей постоянно возвращаться обратно, и душа выхватывается кармой. То есть человек неосознанный, он находится в иллюзии каких-то отработок в каком-то прошлом. Понимаете? Он не осознает, что происходит. Он не осознает, что наступило утро сварога. Он не осознает тех знаний божественных, которые открыты на сейчас. И человек, который вечно вот в карме поглощенный, отрабатывает что-то, он тоже замороченный. И вот на манифесте мы будем волей изъявлять о том, что мы запрещаем что-то требовать, что-то просить. То есть там разные идут формулировки для каждого смысла, для каждого контекста. Да, еще очень интересный такой момент, что все идет через телевизор, через средства массовой информации. И все вот эти, я не хочу никого обидеть, но те все клоуны, которые там танцуют и поют, непонятные для нас песни. Вы же посмотрите, раньше была песня, она за душу трогала. Сейчас непонятно, о чем вообще смысл этих песен. Но это все идет именно кодировка, именно на тонком уровне воздействия на людей. Ну, Таня Буланова, скажем так, все вы знаете, как она поет, да, за душу трогает, чтобы женское вот это вот по лицу размазанное было. Или какая-то другая группа, если вы внимательно вслушаетесь, я не хочу анализировать все эти выступления, но если вы внимательно послушаете те песни, которые нам транслируют, а что такое под хорошую мелодию, да, голые тела и там непонятные слова. Но если вы хорошо посмотрите и послушаете, вникните в те слова, которые там транслируются, насколько они вообще кажутся нам вроде бы пустыми, но на самом деле это коды, коды, которые нас кодируют, навеивают морок. И даже если вы не подпеваете эту песню, она навязывается где-то в пространстве, ведь все летает в пространстве, вы же знаете, да. И вот в пространстве есть коды свободы воли. Вот эта свободная воля, она есть, ее надо просто забрать, забрать свою, свою частичку, которую у нас хотят забрать другие. И только ваш выбор, хотите вы оставаться рабом, отдавать кому-то свою волю, чтобы вас могли использовать, вытирать об вас ноги. Из великого имя человека, да, вот венец творения Творца, это же человек, сделать вас просто каким-то рабом, для того, чтобы сливать вашу энергию. Я вот с Катей рассматривали вот это происшествие последнее, где это оно, Кемерово? В Казани, в Казани, ну оно там 3К, да. И вот, когда мальчик расстрелял своих учеников, это понятно, что это зомбирование, это понятно, что это воздействие, это понятно, что душа попала в плен. Но я попала на видео суда, и я не смотрела этот суд, я просто посмотрела комментарии. Это, вы понимаете, это насколько слив энергии негативный, это все люди сливают, насколько нас за крючочек потянули, и все, и пошла энергия сливаться. Поэтому будьте бдительны, уважайте себя, любите свою семью, бережите или берегите, да, свою энергию, не сливайте. Да, сейчас очень много провокаций, да, сейчас очень система рушится, и вот эти вот, скажем, друзья, которые хотят забрать нас, они как раз вот ловят через вот эти эмоции низкочастотные, они ловят нас для того, чтобы прихватить с собой. Человек, который находится в агрессии, который находится в ярости, он легкоуправляемый. Соблюдайте баланс, выражайте свою свободу воли, присоединяйтесь к нам обязательно. И еще такой момент, да, про демона государства, расскажешь? Да, я чуть-чуть еще можно вот добавлю по поводу средствам массовой информации. Раньше, да, были, как во времена ночи, сварога, опять же, получали энергию, посредством вот совершали такие войны до тех пор, пока не произвели ядерное оружие, где они поняли, осознали, что мир можно стереть и остановились. И придумали вот, да, такую тактику, стратегию холодной войны, где через средства массовой информации, и об этом, да, все уже знают, закон Далласа в 75-м году был издан, а вообще они сразу после окончания Второй мировой войны много чего тоже волей изъявляли, оглашали о том, как они будут забирать энергию людей. И вот через средства массовой информации, через Олимпиады, которые проходят каждые 4 года на территории разных стран, собирается огромное количество энергии. Через нашу память, которая сохраняется в стрелах, в памятниках, через определенные события. Мы даже можем этого не знать, не понимать, да мы и не знали этого. Но от того, что мы этого не знаем, происходит все то, что и происходило. И вот про песни, про фильмы, сейчас уже тоже говорить о том, что там это мы тут что-то придумали, нет такой, знаете, возможности, потому что столько разборов идет. И понятно, что определенные слова на определенной минуте, на определенной секунде, определенный кадр воздействия на подсознание закладывается та информация, которую люди хотят, ну люди или не люди, заложить. Да, и мы это смотрим, мы просто это смотрим, но мы не понимаем, что в нас вкладывают. И вот такой основной мессендж этого эфира, осознать, что есть замороченные люди. И вот то, что Оксана сказала про комментарии, тот бред, который в комментариях, нормальными людьми людей не назовешь, которые это все пишут. Люди не понимают, что они действительно животные, из которых забирают энергию, просто забирают энергию, вот о чем, понимаете. Это надо в первую очередь в свои мозги вложить, как тот факт, это новая информация, да, такой информации у нас не было. Мы всю жизнь жили, развивались, работали, работали с кармой, работали с родом. Здесь другой вообще взгляд на мир, взгляд своих границ и своей воли, которую мы себе забираем, которую мы перестаем отдавать. Это осознанность. И вот про государство, да, вот государство, да, в какой-то степени, да, это такой демон, который пожирает человека. Да, и вот мы все, вот эти пикселя, особенно люди системы, вот уже упомянула Оксана, опять же, про всех, ну мы все смотрим. Молодежь обожает Егора Крида и те песни, которые у него выпущены в последнее время, в 19-м, нет, в 18-м, по-моему, году у него клип выпущен с манифестации короны, опять же. То есть все смотрят, никто не понимает, какой месседж идет оттуда, да. Все просто смотрят, не понимают, но жесть. И вот все являются пикселями. И системные люди, которые в государстве, все невольники. Если ты не будешь делать то, что ты должен делать, тебя просто уберут. Я зависла, да, Оксана, нет? Нет, чуть-чуть было, сейчас опять все хорошо. Вот смотри, я что хочу сказать, за тех певцов, за тех людей, которые говорят, я не буду в системе, Тальков, который пел про мир, про любовь, его убрали, Высоцкий, который пел, это те люди, песни которых поют по сей день, Скрябин, который пел тоже песни и немножко вышел на уровень политики, его тоже убрали. Все те, кто пытаются выйти из системы, ну они их убирают. Точно так же, как Левашова, которого убрали, Горяева, которого убрали. Горяев говорил о Левашове, что это гениальный ученый, гениальный. Их двоих убрали волновым оружием. Ну вот, то есть, понимаете, это факты, которые нужно создавать. Это все на уровне государства происходит. Потому что, допустим, тот же Омский суд, на территории которого говорят, что центр Асгарда, бывшего, да, вот когда до всех этих событий и войн, произошедших на земле, да. Так, хотела много сказать и сбилась. А, запрещен же, запрещены труды книги Левашова. Ну мы уже об этом, по-моему, говорили, да. То есть, почему, казалось бы, что такого человек не про убийство рассказывает, да. Нету голых, там у него в книге женщин и мужчин, которые нетрадиционной ориентации. Он рассказывает историю, как он ее видит. Запрещены книги. Ну, почему, да. Вот, ну и будем завершать, да. Да, наша задача донести важность этого манифеста. И мы будем рады каждому и каждой, кто сможет нас услышать. Потому что, когда мы смотрим в себя, просыпается наш дух. Когда просыпается наш дух, то мы идем к Творцу. А мы с вами возвращаемся. Я еще, можно два слова, знаешь, так хочу, не уложилась, сказать вот, что сейчас люди возвращаются в свои диапазоны. То есть, тот, кто волеизъявляет себя человеком, да, и он попадет вот в эту мерность. И в 26-м году произойдет квантовый скачок, где будет всем всего хватать. Не будет борьбы за ресурсы. Остальные люди, которые не понимают, не волеизъявляют, не осознают, для них ничего не поменяется. Они останутся в той же мерности. Вот, поэтому очень важно сейчас осознать все процессы, которые происходят. Забрать себе свою свободную волю и наблюдать, как пробуждается ваш дух. Всем до свидания. Если вы хотите, куда обращаетесь, пишите под видео или пишите в личные сообщения. Мы обязательно ответим. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok